Народ, всем привет! Как вы поняли из названия сегодня у нас оживление БМВ и именно поэтому я такой веселый и радостный потому что обожаю оживление БМВ потому что можно в очередной раз доказать людям, что БМВ сыпятся, ломаются и они ненадежные, тем более очень дорогие по обслуживанию ну ладно, это все ерунда давайте перейдем к делу те, кто смотрел видос на лайв канале видели, что в день рождения Олега мы приехали на оживление, но оно, к сожалению, не получилось потому что там оказалось, что машина ну как бы, что у нее есть явные проблемы я спойлерить не буду, кто захочет, тот посмотрит может быть, даже ссылка здесь будет если не будет, не пинайте тогда же в расстроенных чувствах мы уехали и начали искать другое оживление и тут я вспомнил, что недавно мне на почту писали очень интересное сообщение я прямо его сейчас зачитаю добрый вечер, меня зовут Александр хочу предложить вам на оживление БМВ 5 серии F07 GT с мотором N55 который находится в Московской области в Бронницах проблема затрудненный пуск двигателя и когда двигатель заводится он работает минута 20 минута 20 секунд и глохнет по ошибкам висит неверный сигнал с датчика положения коленвала когда машина заведена удаляешь ошибку и он пишет нет сигнала с ДПКВ что было сделано? замена трех датчиков ДПКВ заменен блок управления двигателем в целях диагностики осмотрен и проверен инкрементирующий диск он же задающий диск проверено сопротивление форсунок заменены свечи клапанная крышка заменен вальватроник бензонасос блок управления бензонасосом а также клапана вануса это вообще конец но у нас уже кончились идеи мы не знаем что делать такой-то телефон Александр это вообще конец это удивительно у тебя слабалось БМВ и ты поменял пол машины для ее диагностики и ничего не помогает ну ладно давайте будем честны это не только БМВ касается и мы не раз видели случаи когда на других брендах люди тоже меняли пол машины когда искали какую-то маленькую неисправность например на лендровере с предохранителем есть еще один важный момент чтобы вы понимали писал представитель клубного сервиса по БМВ который находится в броницах то есть это клубный сервис который занимается исключительно брендом БМВ и если даже они не смогли найти проблему хотя у них огромная специализация на этом то это должен быть явно интересный случай поэтому бросаем все и буквально на следующий день после неудачного оживления в Олеговский ДР едем на оживление БМВ итак сегодня мы приехали сюда в этот рассадник БМВ в это логово извращенных владельцев этих немецких бричек мы приехали сюда чтобы привезти в этот клуб чуточку нормального автомобилестроения короче здесь стоит какая-то БМВ F07 которая требует вмешательства Олега и мы остальные приехали просто чтобы сопроводить его здравствуйте нифигасе тут сколько народу это она да рассказывайте смотри год назад у машины появились проблемы ее произвели да вообще в серии полные отличные автомобили все понятно год назад у него долбил так она дизельная она бензиновая а я понял 55 мотор это у нее таким образом то есть когда ВАГ делает красиво убирает все это вниз туда куда-то БМВ это все а я еще говорю блин офигеть так вот ВАГ топ согласен лучше согласен ВАГ хорошая машина но не Тойота вообще огонь да так вот у него долбил вот эту трубку машину что сделало разорвало трубку а разорвало я говорю приехал этот патрубок стоит тысячу рублей давай поменяем его он да 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 но он как и все владельцы БМВ сказал что у него нет тысячи рублей потому что он вчера ее потратил на на что-нибудь еще да Олег уже начал ремонтировать Олег слишком рано дай им пожаловаться на жизнь тяжелую БМВиста в итоге машина попадает ко мне в начале весны так вот мы получим меняем этот патрубок машина вроде как оживает заводится нормально GroCart то есть полгода назад она попадает сюда ну до начала весны она заживает и уезжает потом через промежуток времени ее начинается затрудненный запуск то есть она заводится на спидвалах это сто процентов то есть датчик колена перестает устраивает в режиме в работе машины С чего вы решили, что она его не использовала? Это следующий вопрос, Олег. Потому что, когда она его использует, машина заводится грубой с полуоборота. Когда она его не использует, она рвается на сверхвалах, момент включения стартера составляет где-то 2-3 минуты. 2-3 минуты? Ну, я образно говорю. Вообще, обычно, если машина заводится на распредвале, то ей хватает двух оборотов коленвала, чтобы понять. Не хватает, она секунд 30 обослает. Появилась ошибка по распредвала подачу колена. Да, на вопрос, давай поменяем. Купили первый, на разборе. Как и все бмвисты, в принципе, ничего удивительного. Ну, откнули. Так. Она опять ругается на этот же датчик. Мы такие, ну окей, давай купим новый. Так. Купаем новый неоригинальный. Как и все бмвисты, так. Ставим. Проблема не ушла. Неудивительно. Покупаем новый оригинальный. Ставить ей проблема не ушла. Проблема не ушла. Она заводится, работает минуту 20 и глохнет. Минута 20. Да. По ошибкам. То есть, 80 секунд. Ну да. По ошибкам. Притом двигатель, когда заводится, работает идеально. Даже масло не жрет. Ну, масло тут течет. Из тех, что это нормально. То есть, так вот. Было принято решение. Заменить мотор. Ну, нет. Замена мотора это уже официально. Н55 же, ну, дерьмо мотор. Согласен полностью. Да вообще, в серии, в самом себе. Да и, в принципе, бмв, это как бренд. Нет. Все, что до 2008 года, это офигенная машина. Раньше это было лучше, правильно? Да. Согласен. Все. Это самое лучшее, это 53-й дорест. На 54-й на туре, до налоговой. Ванна. Короче, проблема появилась такая же. То есть, она заводится, закреплен отпуск, минуты 20, двохнем. Прям минуты 20 ровно. Прям четко, блин. Две ошибки. Датчик колена, неверный сигнал. Угу. И вторая, электронная блокировка двигателя. Да. Да. То есть, бмв, если у нее нет проблем, она сама их искусственно создает, правильно? То есть, понимаешь, это ошибки. Если честно говорю, я с таким... 0000. Нет, там есть, там 00, там 200, допустим, я не помню. Посмотрите. Он не бьется. Ну, не может такого быть, три датчика новых, да, там, как бы... Эго, давай мозги поменяемы. Так. Потому что, как бы, уже были такие инциденты, что, потом мозги тут находятся в самом удобном месте, их поставим водой заливает. Где? Под машиной? А, нифига себе. Так. Вот. И была отзывная компания именно по этому мотору, именно вот с этой проблемой тоже заливает мозги. Угу. Взяли новый блок. Ну, боже мой. Когда бмвист говорит новый, это значит, что где-то с помойки нашел, так? То есть, они просто путают, да, слова новый и другой. Да. Вот. Симптомы такие же. Ничего не изменилось. Значит, проблема не в блоке? Ну, там, на сигналке датчика колено блокируется просто и все. Да, у меня тоже была такая мысль, что где-то стоит сигналка, но я дозвонился до первого хозяина этой машины, и он говорит, что никакой сигнализации оппозитно на ней не ставилось. Вот. Приезжали ребята с болт автотрейдом. Это что такое? Это бмв. А. Угу. Постояли, почесали, потестили, пощупали. Бмв почесали. Ну, да. Сказали, да хрен его знает, и поехали домой. Ну, это неудивительно. Вот. Приезжали ребята с моей бывшей работы, с автодомом. Угу. Тоже механики, посмотрели, пощупали. Говорят, да я, блин, мистика какая-то, такого не может быть, что все исправно, машина не едет. Вот. Последний вариант, который у меня был, это говорит, давай всю проводку нахрен махнем на ней, на двигателе. Так что хрен знает, где-то может что-то быть. Угу. Это выведены провода от датчика колена. Угу. А вы пытались смотреть здесь осциллограммы? Да, пытались. И что происходит, когда проходит минута двадцать? Ничего. Ничего. Просто, вот такое ощущение, что кто-то просто выключил зажигание. Просто вот моментально обрубается, и все. Сигнал с ДПКВ обрубается? Да. Угу. Короче, проговорю еще раз в двух словах. Значит, ситуация такая. У ребят постоянно вылезает ошибка под датчиком положения коленвала. Недостоверный сигнал с датчика. Они трижды поменяли ДПКВ. Дважды поменяли блок управления двигателем. Поменяли еще кучу, кучу, кучу всего. Проверили проводку. Но всегда один и тот же результат. Машина заводится. Работает минута двадцать. И глохнет постоянно. А давайте сделаем прямо сейчас тест эксперимент. Мне просто важно понимать, что реально существует минута двадцать. Вот мне реально. Стоп, 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 стоп. Сейчас я просто включу таймер. Олег. У тебя есть мысли? Мысли не одной. Ладно. И мне где хранится? Мне кажется, давление пропадает почему-то. Угу. Сейчас. Ждет. А как же? 18 секунд. Иногда минут 20. Иногда 18 секунд. Но в основном минут 20. Просто обрубилось. Можем еще раз завести? Я хочу увидеть минуту 20. Причем резко обрубилось, да? Обратите внимание, как она крутит. Как она заводится. Чак. Чак. Нет, почти. 10 секунд. А где минута двадцать-то? Что происходит? Только что когда загорели, ну опять оттуда, отсюда. Вот у нас пока завели, пока прогрели. Но сейчас меньше. Олег, ваше предположение? Ну, прочитать ее. 238 тысяч пробег. А что мы вообще ищем? Она же, в принципе, свой пробег отъездила. Нам же, по-моему, в руководстве BMW написано, 200 тысяч проехал, выбрасываешь машину. Нет? Завысил. 150-й фары. Они изнутри грязные фары или что-то? Я не пойму. Да забейте на этих фары. Да как? Слава, ты что, не истинный BMW-ст? Ну, у них на любую ситуацию просто забей ты хрен на все про все. И поехали дальше. Заботиться и спасибо можно сказать уже. Я бы уже на твоем месте стал, начал строить теории. Давай я встану на твое место и начну их строить. Иди, ставь сейчас. Давай, струй. Моя лысая голова мне подсказывает, что возможно здесь действительно какие-то остатки, какой-то блокировки, которые на какой-нибудь радио реле, которые не получают сигналы. И поэтому все какое-то время отключается. Я это уже говорил. Все, погоди. Сейчас я отсюда. Погоди, Олег, но если тут стоит какая-то блокировка, какое-то радио реле, то как же оно может стоять на датчике каленвала, ведь от него провода идут напрямую прямо туда. Угу. Давай меняем. Да, да. Ну, все дело в том, что, возможно, речь идет не про сам датчик положения каленвала, а, возможно, про какой-то провод питания датчиков. Ведь то, что вылезает ошибка только по датчику каленвала, не значит, что остальные датчики не лишаются питания. Поэтому, возможно, нам надо подключить осциллограф и посмотреть, приходит ли вообще напряжение на датчик положения каленвала в эти моменты, не пропадает ли оно и насколько оно стабильно. Угу. Так. Так. Олег, а ты уверен, что здесь вообще датчик положения каленвала каким-то образом запитывается? Скольки проводные? Здесь трехпроводные. Угу. Да. Ну, хотя в теории должен. Да. Я думаю, что твоя мысль неплохо. Давай попробуем пойти этим путем. Но сначала, да, все-таки прочитаем машину. Угу. То есть от чего ушли к тому и пришли. Читаем машину. Да. Датчик положения каленчатого вала. Сигнал недостоверен. Перманент. ДМРВ. Система управления детонацией. Системная ошибка. Электронная противоугонная система. Работа двигателя заблокирована электронной противоугонной системой. И фликс-рей. Смотри, ДСЦ фликс-рей. Олег, прости, пожалуйста, что я отнимаю у тебя это. Но я предлагаю сделать такой тест. Мы сейчас убираем ошибки. Крутим машину, но не заводим ее. Посмотрим, вылезет ошибка или нет. Судя по всему, он ее видит всегда на старте. Угу. Здесь два дочка. Распредвала по-любому. Контакты в доступе? Да. Вот один, вот второй. Угу. 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 И вот у тебя уже под ЭПКВ сейчас будет ошибка, да? Нет? А нет. То есть смотри, я понял. Скорее всего происходит так, почему это дело. Она крутит, крутит, крутит. Например, количество зубцов на задающем диске или что-то ей не нравится. Но она отчаивается, пишет ошибку и уже заводится. И потом заводится. Да. Честно на распреду. То есть получается она не заводится до момента, пока не примет ошибку. Вот это хорошо. То есть мы сейчас точно знаем, что у нас ошибка не вылезает до момента запуска. И скорее всего запуска и оттянут из-за этой ошибки. То есть... А ты можешь посмотреть количество оборотов он видит или... Да, я сейчас посмотрю. Тоже до запуска. Олег. Скажи что-нибудь. Я просто не знаю, что делать дальше. Да что, не знаю. Тащите осциллограф и смотри. Мне просто уже неудобно, что я постоянно его предлагаю, как бы всю допихать. А никто не берет. Поэтому, да. Я поэтому жду, пока ты сам отчаешься и скажешь, ну Олег, не себе осциллограф. Ты предполагаешь, что сейчас будет ноль, а потом станет какая-то цифра и она заведется. Да, и тогда мы будем знать, что она работает на распредвалах. Поехали. Ну, сейчас не будет ноль. Будем? Да. Сейчас появится и пропадут. Нет, смотри, четко держится. Так, стопы. Все достаточно. Теперь я предлагаю сделать вот так. Блин, как там все грязно. Я предлагаю скинуть разъемы с собой из датчиков распредвала. Посмотри, что будет. Да. Я объясню, в чем прикол. Единственный способ, как он может отследить датчик положения коленвала, это под датчиком распредвала. Правильно? Спасибо большое. А это значит, что если датчик положения распредвала показывает какую-то ерунду, то он будет винить тот датчик, который один. То есть ДПКВ. А не на одну руку, да? Да все нормально, нормально. Не страшно. Вот так вот. Блин, а здесь все настолько засрано. Ильдар, тебе когда надоест, ты мне скажи. Троллик? А, вообще, вот это вот все. Да, ты мне скажи, мы сразу вас с логов подкинем ко всем трем датчикам, посмотрим целостную картину. Не надо, пожалуйста, Олег. Ну, ты вообще, вот такие, как ты, лишают таких, как я работы, блин. Я хочу по наитию, как всегда, блин. Я же сказал, когда надоест. Я же понимаю, что пока не надоело. Ты понимаешь, что может пройти неделя, прежде чем я скажу, Олег, давай. А какого производителя, вот, вы, как эксперт по БМВ, рекомендуете из неоригинала для БМВ? Фебес там. Все зависит от того, какие детали. Если электрика, то только не патронская и не Эра. Как же, почему? Ну, потому что патрон, извиняюсь за собой французский, очень нехороший. Патрон, окей. Но, кстати, по поводу Эры я бы поспорил. Я не раз слышал мнение, что Эра не очень, но я лично... У Эры очень много брака. Брака, вот, да, это я согласен. Но все равно бренд неплохой. Раньше-то было лучше. По-моему, мы попали в рассадник, а раньше было лучше. По-моему, здесь все было лучше только раньше. Так, поехали. Пробуем завести машину. Еще раз, что ты сделал? Отключил датчики положения распредвала оба. И сейчас он не будет видеть обороты. Сейчас он не будет видеть обороты по ним. Нет, вот он видит их по соленвалу. Крутим, пока не заведется. А он не собирается заводиться. Заводится на них все-таки? Значит, похоже, он заводится на них. Да. А теперь мы подключаем обратно хотя бы один. Крутим, вертим. Читай его и езжай. Достаточно. Нехт заводится. И сейчас какая-то ошибка по чему у нас? По коленвалу опять. Перманент причем, смотри, вылезает. Один датчик распредвала, и она уже сразу приговаривает колено. Почему? Потому что это единственный датчик, по которому она может его отследить. А что это значит, Олег? Правильно. Пока неизвестно. Внимание, вопрос. Когда-нибудь отсюда доставался мотор? Нет. Ни разу? Ну, по крайней мере, об этом нет. За три года точно ни разу. Задающий диск установлен на маховике рядом с маховиком? На коленвале сзади? Да, на коленвале сзади. А сам задающий диск смотрели? Насколько возможно, да. Это как? Крутили моторы и просто заглядывали зеркальцем? Да. В каком формате здесь? Текстолитовый с магнитными полосками? Или... А, есть даже... Ага. Ну да, как я и думал, да. Но только не текстолитовый. Одна из проблем таких этих, это то, что на них намагничивается стружка, а стружка в моторе BMW это нормально, поэтому... А, так вот почему алюминиевые начали делать, чтобы не магнитилось. Да, да, чтобы не магнитилось. Хоть ДБКВ работал в ней. Понятно. Олег, твой ход. Неси. Погоди. А это же, я думал, что ты скажешь что-нибудь. Олег опять хочет посмотреть синхронизацию валов всех, да, друг с другом. Вообще посмотреть, где они там пропадают, не пропадают, причем желательно вообще здесь, на блоке. Олег, твои мысли. Блокировку все-таки думаешь? Ну, я пока не думаю, пока недостаточно информации для того, чтобы делать какие-то выводы. Слава, а ты что стоишь, как бедный родственник? Смофон бы пока снял. Да, у меня есть. Слава, вот скажи, как ты себя ощущаешь, понимаешь, что вот такая BMW здесь умирает, страдает, а ты? Конкретно здесь бесполезно. Теперь надо понять, как снимается разъем с этого блока, так чтобы... Не-не-не, я разберусь. Надеюсь. Если услышите хруст, то не разобрался. Слушай, а у BMW нет ничего общего с автобусом Volvo? Тут тоже красное с зеленой полосой питание. Смотри, сколько. Вот я тебе могу уже уверенно сказать, что все вот эти провода, скорее всего, будут идти с одного общего питания. Это питание датчиков. Смотри, сколько их. Прошу, я прямо посмотрю. тогда, Олегиус, давай иголки тебя интересует два ДПРВ, давай желтую и синий по цветам проводов потому что у нас есть желтый и синий никаких крокодилев поступков это дело просто на надрез на проводах нет, нет, вот как раз на надрез на проводах только бмвисты делают это просто жесть я когда услышал, честно я аж внутри передернуло просто Александр, представитель бмв сервиса, предложил а давайте просто сделаем надрез на проводах чтобы подключить осциллограф вы, те кто смотрит канал, знаете как я негативно отношусь к людям которые надрезают провода потому что после этого ты термоусадку на неразрывный провод не насадишь а если ты его заизолируешь изолентой то все равно это не самое герметичное соединение короче, грубо говоря, этот провод со временем может начать гнить точнее, не может, а обязательно начнет поэтому я категорически против надреза или протыкания проводов для проверки каких-то датчиков но оказывается, что бмв сервис к этому относится нормально Олег, а тебе жалко Славу? нет вот ты какой бессердечный а что, Славе плохо? да Слава пожалуйста, не страдай ну а че, блин? Олег хочет убедиться в том, что на момент, когда машина глохнет у нас с блока управления не пропадает питание на выходе блока управления если пропадает питание, то пропадает и сигнал с датчика так что по питанию, скорее, не вопрос про пропадение а вопрос про то, что там вообще творится нет ли там просадок каких и так далее да ну и естественным, единственным нормальным продолжением всего этого процесса является подключение осциллографа подкинуть его надо на 2 датчика положения распредвала и один датчик положения коленвала для того, чтобы посмотреть с них сигнал и посмотреть, насколько правильно синхронизированы фазы поэтому здесь я не смог противостоять Олегу и мы подключаем осциллограф а почему с двух а, у нас датчики-то не подключены может подключим датчики все-таки, Олег? как ты думаешь? думал бы это неплохо а то долго мы будем смотреть на полоски пустые? это у тебя ДПКВ зелененький? да а почему у него были по два пропуска каждый этот? ай-яй-яй-яй-яй там же не сложилось секунду, а кто-нибудь вообще снимал стилограмму датчика положения коленвала на этой машине, хоть раз? да и она была нормальной? да а что же у нас сейчас творится-то такое? я вижу пропуск через ну, короче, два пропуска через какой-то непонятный промежуток времени такого не должно быть ну, сейчас мы на самом диске посмотрим может это уникальный диск с двумя пропусками есть пропуск? у него задающий только один пропуск сектор крутим? да все, стоп смотри, у нас какие-то странные пропуски на ДПКВ через четыре зуба Слава, похоже мы будем сейчас снимать мотор ну, как ты и хотел смотри, датчики у нас идеально рисуют фазы стоят в базе да, 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 все правильно фазы стоят в нуле, поэтому у них показания одинаковые это нормально а вот это вот мне намного интересней смотри раз через раз какой-то пропуск пять зубов и еще пропуск давай посмотрим ну вот как бы вот я здесь вижу пропуск и больше никаких пропусков как только мы сняли осциллограмму сразу стало понятно что что-то здесь не так потому что нормальная осциллограмма с любого датчика положения коленвала выглядит как сплошная синусоида с каким-то пропуском то есть пропуск это как раз для блок управления нулевая точка от которой он считает количество зубцов а здесь на осциллограмме два пропуска и сигнал еще при этом имеет странный размах местами он большой местами он чуть-чуть поменьше можно я предположение свое выскажу сразу прямо сейчас да, задающий диск инкрементирующий диск задающий диск короче надо лезть смотреть чтобы до него добраться он стоит прямо на колене сзади за маховиком то есть надо снять коробку маховик действуем вы же сказали что сейчас на изи снимем мотор поднимаем машину снимаем коробку Слава ты рад? ну если расчехляй делай вот так вот Слава если есть чем заниматься то конечно сразу вот блин Олег все портит все портит Олег вот сейчас смотри не было бы Олега не было бы осциллографа мы бы такие сейчас с тобой Слав ну чё у нас общее питание машина вырубается ну допустим вырубается ну раз же разориться на спецболах с чего вы вообще решили что она заводится на распредвалах где она говорит о том что он заводится на распредвалах даже если так что она делает датчик выходит из строя она может зависеть на распредвалах хорошо что я сейчас могу объяснить все, то нет, вряд ли, речь про то, что я сейчас вижу неисправность мы ее устраняем, дальше думаем может быть такое, что устранив эту неисправность уйдет ошибка по колену, она будет заводиться сразу но глохнуть через минуту двадцать вот тогда мы будем искать, почему она глохнет через минуту двадцать это может быть совсем другая проблема во, Олег нашел референс вот, короткий пропуск, длинный, чуть покороче и вот у тебя ДПКВ, ДПКВ своими зубами приходится на центр длинного пойдем сюда ну, одним из них и приходится, собственно вот, вот этот, соответственно, я тебе могу уже сказать какие зубы у нас лишние вот у нас короткий, длинный, средний длинный и вот по центру, вот это правильные пропущенные зубы а вот это неправильные то есть их не должно быть, а вот эти должны быть это то, из-за чего, скорее всего, она заводится плохо а из-за чего она глохнет, неизвестно и тут становится понятно, что в этой машине явно две проблемы одна из них связана с плохим запуском вторая связана с тем, что машина глохнет через минуту 20 вы скажете, почему это не может быть одной проблемой? объясню проблема с запуском явно связана с датчиком положения коленвала а эта же проблема никак не может влиять на то, что машина глохнет через минуту 20 потому что, как только блок управления приговаривает для себя датчик положения коленвала, то есть по какой-то причине он говорит сигнал мне не нравится он больше на него не ориентируется он работает в аварийном режиме, по распредвалам и вернуться на работу коленвала без перезапуска он не сможет а значит, что машина глохнет явно по другой причине на этой BMW, на моторе N55 как и на многих современных автомобилях задающий диск стоит за маховиком а значит, чтобы до него добраться необходимо снять либо мотор либо снять коробку потом снять маховик и добраться до самого этого задающего диска однако, так как ребята его все-таки проверяли у них были сомнения, они не захотели сразу снимать мотор или коробку и сказали, давай сделаем так, мы снимем коллектор снимем стартер и тогда у нас будет какой-никакой доступ к этому задающим диску, можно будет покрутить мотор и посмотреть на него хотя бы так визуально прежде чем мы будем делать глобальную работу по снятию коробки Слава, ну ты хоть сделай вид, что ты участвуешь в этом в нашем полку прибыло раньше мы все сами делали, а теперь можно просто попросить и все сделают прикольно Олег, блин если сейчас после этого все заработает то что делать-то? не знаю это прям жесть какая-то есть же у вас нормальные машины есть же у вас нормальные машины а песик добрый на меня песик он не любит, он говорит без камер ну что ты песик елки-маталки я пообнимать тебя хочу так так а ну-ка а клеммы с аккумуляторами стали скидывать? мало ли ваше кони тихо скачут что это за пословица-то про коней в смысле? ваше кони тихо скачут к чему говорится обычно это говорится когда ты выскажешь предположение, а его за тебя давно-давно уже высказали сделали все и ты такой типа попадаешь в просак типа ты с луком да, типа ты с луком понятно а вопрос такой если когда будет снят стартер доступ будет к этому к диску задающему, да? да супер Слава я бы на твоем месте уже примерял трещотку к шкиву коленвала и смотрел как ты будешь крутить этот шкив коленвала чтобы его крутить надо еще полнота забрать не, а разве неужели? вообще не рано хорошо, тогда можно выкрутить свечи и вот за генератор вот сюда вот покрутить теперь Олег не знает чем заняться, да? да вообще я свое дело сделал красивые картинки показал на сциллографе ты веришь в успех? в успех чего? ну, думаю, да меня смущает то, что ребята говорили что они сциллограммы снимали это снимали еще когда он первый раз сюда приехал и была самая ошибка на подачу колена не, ну вас как бы не смутило вот такой вид сциллограммы тогда она была идеальная поэтому дальше мы уже к ней не возвращались вот так, Олег что думаешь? бэхо прикольный салон? не знаю можно сесть? Олег не знаю надо Олег ну что ты скажешь? прокомментируй, пожалуйста сидушки удобные и все? ну это пока единственное что это проехаться надо там, я не знаю чтобы понять что-то еще сидушки реально удобные эх, БМВ да я бы так не вернул охренеть они что пробиты и их поэтому в термоусадки посадили? они не пробиты, это резинка после того, что постоянно к нам их вытаскиваешь ааа Олег, а ты не правильно используешь термоусадки? охренеть, конечно вот такие датчики это ужасно стоп, датчик пока нет можно я туда подлезу? а я сейчас посмотрю секунду чего-чего а можно мне эндоскоп? что-то там совсем как-то странно что нашел? я могу ошибаться поэтому пока не буду делать предположения короче я сейчас крутил, крутил нашел до какого-то места я могу ошибаться но такое ощущение как будто диск вот так сточен вот такую яму имеет вот классный задающий диск смотри итак, короче вот идет ширина не-не-не-не сначала идет ширина диска вот весь этот диск во всю ширину и вот ступенька начинается вот она и прошел этот прогал вот его я заметил про него я говорю где-то и вот видишь кусок прям выломан кусок диска что случилось? ну что-то не видать ни хрена ну что-то случилось у меня как бы это да все сломался ну короче так иначе коробку снимать все камере хана через минуту двадцать выключилось да через минуту двадцать выключилось ну что ладно по крайней мере успели заснять тут вопрос даже не в том что камера лучше тут вопрос в том что Олег он пал смертью храбрых он нам помог да окей все снимаем мотор коробку ну а что проще я же предлагал коробку вы сказали мотор проще снять я пошутил коробку надо что-то вынуть откуда-то что никто не может разводить руками все разводят руками вообще не понятно в чем проблема приезжали все диагносты мира просто вселенной и никто не смог понять в чем дело а все почему? потому что у людей не было китайского эндоскопа нет, потому что у людей не было астелографа хотя вроде бы был а это знаешь что это восьмершные поворотники теперь да обычные восьмые поворотники ну и так как стало понятно что без снятия коробки никак уже не обойтись мы предложили свои услуги сказали давайте мы поможем вам это сделать ребята отказались сказали мы же сервис BMW мы снимем ее сами поэтому нам просто нечего было делать мы сидели и смотрели как ребята снимают коробку а смотри как они весело и не скучно работают причем каждый знает свою работу потому что эта процедура на BMW это рядовое плановое ТО я славу троллю все время за дешевые шутки про BMW типа чел такой блин не знаю вообще почему все хейтят BMW я лично вообще не парюсь вот уже сколько езжу и никаких проблем делаю только ТО меняю масло колодки двигатель коробку только я один посмеялся в сервисе BMW это не удивительно да потому что это не смешно Слава смотри в своей стихии какая-то боль в твоих словах слышна да нет вообще вы зря так вак вот в любой сервис за ней там один вак стоит в любом сервисе ты чё жоп свою закинул кто мотор-то снимать будет такой вообще пришел порассуждать такой вак там сервис а вы точно правильно BMW разбираете это точно так делается это да точно Слава у тебя сердце кровью не обливается есть есть и ведь человек который хозяин этой машины он же это на видео увидит так он такой же если бы он был здесь он бы топором рубил вообще я не надеюсь что больше к ним не приедет просто после этого болгарка сварка зубило молоток вот это ремонт BMW вообще ударная отвертка нужна она крутану чуть-чуть да я вижу всё сидит я оглох официальный дилер BMW мне больно подождите не колупайте его дайте я набор нормальный принесу нормальной биской давай Олег неси Олег ну ты несешь там олег неси быстрей набор уже бегу бегу давай давай Олег, ну что ты мы столько времени ждем все уже открутили receive то есть мы разбираем пол машины только чтобы добраться до шкива-коленвала и покрутить мотор то есть все это время мы пытаемся добраться до шкива-коленвала олег знаешь как добраться до дошкива коленвала на Туареге как открыть капот просто открыть капот и все, и ты до него добрался ни хрена себе, а можно вот это вот вот просто жесть какая-то да, вот же почему BMW не использует герметик, правильно? кто говорил, BMW не использует герметик? все правильно, для чего? для того, чтобы моторы ссались бесконечные люди страдали так, машину поднимаем с этой стороны быстрее что-то у вас подъемник не синхронизирован на стопора не давайте поставить а может все-таки поставить стойки-то я очкую вообще давайте поставим, потом будем лезть туда давайте не будем торопиться, блин, ну это вообще конец опасности елки мать, да мне вообще конец страшно дамграты, они не самые надежные штуки там снизу все в масле там все в защите смотри на защиту там просто, просто земля на ней масло смотри, уносит смотри, не хочет палить Слава, красава вот Слава, блин, за безопасность жаль, что ты в вождении такое не пропагандируешь правильно Леша говорит тачка Дэви Джонс помимо всех вышеперечисленных проблем возникла еще одна странно если встречать на BMW но у BMW оказывается есть проблемы с откручиванием болтов я думал, что это прямо прерогатива только Митсу нифига на BMW такое тоже встречается и половина болтов при снятии коробки отказывалась откручиваться но у сервиса BMW есть свой подход на этот счет главное, чтобы она здесь не загорелась когда будет выжигать Олег, а ты тоже при ремонте своего Дискавери используешь сварку? нет сранно знаешь, five minutes later такой, ну вот теперь у нас еще и коробка к двиглу приварена там уже горит такой, такой туман блин, Олег что за оживление? мы сидим и ничего не делаем видишь, нашли проблему сейчас починим вернее, как сейчас они починят а мы потом скажем как классно им все сделали в принципе, мы всегда и так и делаем вот же наконец-то люди увидят тех, кто работает у нас за кадром все время там в комментах есть же такие люди, которые пишут что, да это они просто в кадре а на самом деле там у них целое КБ инженерное бюро сидит которое все это за них делает а мы вот вот это эти люди познакомьтесь с ними они могут сваркой, да на любой точке отчекрыжить коробку коробку, да чел на форуме спрашивают вот у меня такие ошибки на БМВ приехавшие из США и ему первый же ответ на форуме не трать свое время ну че? ничего не изменилось все, дальше сидеть да блин, я не знаю, что не сделать мне вообще так так уныло все, теперь смотри, мы должны же делать выводы с каждого оживления в следующий раз, когда поедем на оживление БМВ сразу звоним и говорим, снимайте мотор-коробку а потом мы приезжаем так у нас же контента не будет будет, найдет, ты что, БМВ так сильно так ломаются сильно и часто я тебе говорю, у меня на почте вот 90% запросов это БМВ, ну не 90% 70% запросов оживления БМВ Opel, Peugeot, Citroen Mitsubishi и Mitsubishi, блин, гребаные Mitsubishi я больше, я все отказываю там, смотря там, каризмы, Lancer я говорю, извините, нахрен, спасибо лучше с БМВ, говорят, чем с Mitsubishi вот 100% о, это признание кто ее постоянно уберет слава, пошли играть в футбол да Леша, что с тобой не так-то? Олег Криштиану Роналду у Олега просто мяч попадает, и все как ты это делал? так, и что он должен ты не вбинай его, а просто клади, да просто держать? да 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 Слава сейчас перегонит гольф в другое место это же шутка была, слава, оставь гольф переставил соседнюю галактику, блин, машину попадешь отсюда? что делать? в гольфа попадешь отсюда? попаду, конечно, что в него не попасть-то смотри, на изи вообще ой ахахахаха да смотри, что я специально так и целился итак, спустя десять часов наконец-то это случилось коробка отделена от автомобиля о опа двух местах аж охренеть вот они и есть те самые два пропуска интересно, почему, блин, ошибка по датчику положения коленвала и почему не доводится блин, все руки разводят официалов, с официалов люди приезжают ну не заводится машина, ну в чем дело-то может быть? ну, надо было лучше смотреть видос про Васю и его мерседес да, Олег? я на тебе что, давай по-мужски да, я жру скажи что-нибудь ну, врубаюсь ну и когда мы осмотрели задающий диск он же инкрементирующий диск стало понятно в чем проблема с него просто отвалился кусок из того намагниченного слоя то есть смотрите инкрементирующий диск выдающий диск выглядит как окружность на торце которой нанесены магнитные полоски и именно их считывает датчик положения коленвала когда они пробегают перед его носом он соответственно подает сигнал в блок проверения двигателем и так как с этого диска кусками прям не хватало двух кусков на которых расположены эти магнитные полоски естественно датчик положения коленвала не мог выдавать правильный сигнал они сейчас все оживят мы посмотрим и уедем да? вот так? там еще на две недели Леша вот Леша из тех людей которые сначала ништяк, ништяк первый день второй нормальный вообще ништяк третий ну в принципе неплохо четвертый блин мне уже монтировать дохрена пятый заколебали оживите уже эту машину шестой да нахрен я это монтировать не буду и седьмой типа просто давай отдадим и не будем выпускать этот ролик возьмем другое оживление вот это Леша по дням на седьмой день Эльдар такой седьмой день мы будем колупаться с проводкой и это такое все где ближайшая будка самоубийств да Леша такой потому что для всех это ролик длительностью час а для Леши это ролик длительностью сорок пятьдесят часов неоднократно причем подкинули да зачем мне подкидывать то есть они выглядят одинаково принцип работы у них у всех одинаковый но они имеют разный диаметр и разное количество полосок и в этом же сервисе так как на территории сервиса есть еще и разборка есть куча разных дисков от других моторов и нет ни одного подходящего на этот N55 поэтому Александр начал искать где его можно купить и оказалось что в наличии такой диск есть всего один в Москве остальные под заказ и он находится в Королеве так и что мы делаем ну есть два пути развития конечно по любому сейчас по ним за ним поеду да ну это уже на сегодня точно все так то есть я его привезу в кину соберем вот а там смотрите как там он сможет подъехать там завтра не знаю когда у вас там будет время ну ладно мы так классно приехали посидели посмотрели как коробка снимается на искры на там сварку ну тоже хорошо но Слава говорил что лучше смотреть на сварку чем на Citroen так что окей окей ладно тогда все на сегодня все а планируем приехать сюда завтра тогда вы пожалуйста соберите все сразу чтобы завтра время не терять и мы часам наверное так же как сегодня часам к 12 подъедем и уже будем смотреть ковыряться дальше и так наступает следующий день мы приезжаем в сервис для того чтобы продолжить оживление и сразу замечаем какую-то нестыковку это бмбф 07 стоит на улице а вместо нее в сервисе стоит совсем другая по моему пятерка тридцать девятка мы подходим к Александру с вопросом почему мы что не будем продолжать оживление и он нам рассказывает здрасте а вы нас ждали? что завелась? заработала? я расскажу ооо сейчас будет история cool story короче так все отлично все работает а зачем вы сюда сюда приехали? просто в 2 часа ночи мы ее починили а вы ее сами починили? да в 2 часа ночи а ну значит мы просто просто приехали да мы приехали заслениваем финалочку и забрали свой инструмент пойдемте смотреть короче у нас елки-маталки есть Олег ты что оживление мертвеца уже? то есть ты в 2 часа ночи сюда приехал вчера ногу подвернул и все оживили я вообще в этом не участвовал ты что? запускается с полоборота и не глохнет? нет, а глохла глохла пока не нашли релюшку кривую или плохой контакт релюшку релюшку нашли? в проводке радиороле ну, наши две ошибки так первое, это когда мы сняли стилограмму когда нам показалось, что все идеально с одним пропуском на зубку так машина заводилась, но глохла и он с этой проблемой катался месяц-полтора второе, то что Женька настоял, что это не диск потому что я сам лично сам себе убедил, что это точно не диск так но оказалось, что диск задающим да, сняли и второй момент после того, как она начнала глохнуть начала вот эта ошибка вылазить электронная блокировка двигателя то есть, из-за этого все и понеслось замена мозгов замена мозгов замена всего релюху саму вырезали все в порядке сейчас, да? сейчас заводили, долго работает ну, в плане сколько угодно работает сейчас, да? а может быть вы просто обиделись за наш вчерашний троллинг? ну, вот за вот этот вот а нет, я же всегда говорил, что машина после 2008 года отнимает не BMW, это говно а, то есть, если мы поливаем грязью вот эти BMW, то это нормально а вот если 53-й, то мы можем пострадать 53-й лучшая машина из тех, которые я встречал короче, в двух словах я объясню когда они привезли диск и уже собрали машину собирали коробку в какой-то момент они где-то там ковыряясь в машине увидели странную релюшку а оказалось это то самое радио реле про который мы изначально говорили оказалось, что в этой машине когда-то какая-то сигналка все-таки стояла и было хитрое радио реле которое просто начало со временем глючить и периодически глушило машину из-за чего она глохла ровно через 80 секунд через минута 20 и они его просто обнаружили по пути поэтому вторую неисправность нам даже не пришлось искать она была устранена самим сервисом если вы сейчас думаете смотри, как Олег счастливый он думает, что на сегодня все типа, если у нас здесь не получилось то все, ни хлина я думаю, мы поедем в гольф оделать все верно, мы сейчас поедем в сервис вон смотри, за ваш неоценивый вклад в ремонт этого машины этого спасибо, но мы же не такие курвазие нет разницы это Олегу он у нас подбухивает по вечерам Олег это его осциллограф я же он только из-за пропанола пью ты что видишь, пора переходить на уровень выше как раз этот день рождения у Олега был позавчера день рождения 14 сентября был день рождения спасибо Олег, на самом деле все это был обман мы придумали это оживление чтобы вручить тебе подарок точно все это была постанова мы сломали диск засунули сняли коробку засунули его туда поставили коробку собрали машину приехали сюда как будто ничего не происходило все это было постанова чтобы подарить тебе ты в КВН не играл? нет он веселый находчивый как выяснилось вот сейчас я просто это называется умение подстраиваться под обстоятельство это национальное это приобрести невозможно это природная гибкость любая ситуация какая бы ни произошла если надо будет вдруг будет если бы я был в 41-м я бы на немецком заговорил вдруг если надо так что в порядке причем на чистом без акцента спасибо было очень весело если я кого-то чем-то обидел я извиняюсь это было все шутку окей если что-то нужно будет звоните обращайтесь спасибо приятно познакомиться вы классные классные ребята хоть и бмвисты у всех есть недостатки согласен какого уговора есть еще один важный момент который хотелось бы пояснить если сейчас кто-то из вас хочет захейтить этот сервис бмв типа ребята год не могли найти неисправность а вы тут приехали за несколько часов ее нашли не стоит этого делать Александр изначально сказал что осциллограмму с датчика снимали инкрементирующий задающий диск смотрели и поэтому он автоматически держал в голове что там явно проблемы нет у нас тоже была такая ситуация если вы смотрели видос про подфайндер мы 9 дней ковырялись с машиной и в упор не замечали неисправность потому что были уверены что эта система исправна ведь владелец сказал что она вся проверенная а по итогу оказалась проблема в этом и здесь то же самое если ты снимал эту цилограмму и ты знаешь что там все ништяк ты автоматически из головы выкидываешь мысли о том что она может быть здесь а мы приехали со свежей головой и поэтому естественно подвергали сомнению все и нашли ее там где Александр был уверен что ее не будет поэтому ребята не стоит негативно относиться к этому сервису блин не знаю мне лично они понравились мне по мне этот видос вообще огонь я не знаю я так кайфанул и во время оживления и во время того как я смотрел этот ролик он такой весь веселый и душевный надеюсь он вам понравился на этом все как то так всем пока как всегда в конце всех спас Олег